Что же все-таки получается? Получается вот какая вещь. Получается, что я могу взять молниеприемник, изолированную штангу, на которой он стоит, а дальше повести вот таким токоотводом с полупроводящим покрытием, провести до уже безопасных металлоконструкций ток молнии в землю. Вот я могу это сделать, но самую большую длину, на которой я могу это сделать, она получается длина где-то на уровне полутора-двух метров. Понимаете? То есть я не могу увести ток молнии далеко. Я могу обойти этим током молнии какой-то особо ответственный объект. Ну, например, вот эта антенная мачта. Вот здесь на антенной мачте стоит устройство, которое принимает сигнал, или здесь генератор, который излучает нужный мне сигнал в землю. Извините, в пространство. Для того, чтобы ток молнии сюда не попал, я устраиваю вот такой изолированный молнииотвод. И здесь получается все хорошо. Я действительно исключаю распространение тока молнии по ответственному микроэлектронному устройству. Вот так. Вот эту задачу я выполнить могу. И выполнить могу достаточно легко. Но давайте смотреть вот на какую вещь. Давайте смотреть, а что остается? Что остается, если я возьму изолированный ток отвод, сделаю вот такую вот штуку, и посмотрю, что у меня будет за воздействие. Вот сюда. Смотрите. Другое устройство было бы таким. Я бы вытащил куда-то далеко ток отвод и провел вот так. Вот это пространство, вот это пространство определяет тот объем, в котором появляется электромагнитная наводка. Вот это вот расстояние D, оно попадает вот сюда. Здесь у меня это расстояние существенно уменьшается. И электромагнитное воздействие из-за этого снижается. Но сама электромагнитная наводка не уменьшается потому, что расстояние от изолированного ток отвода до объекта здесь резко сокращается.